Всем привет! Меня зовут Денис и вы смотрите канал Bot Games Video. В мире, где живут могущественные маги, мудрые драконы и храбрые герои тоже есть свои будни и повседневные дела. Драконы в отсутствии героев пересчитывают свои богатства, ну а герои славятся своими подвигами в тавернах. И лишь только маги и волшебники неустанно трудятся каждый день, создавая все новые зелья, смешивая травы и коренья в своих башнях. Иногда они не могут вовремя справиться со своей работой и поэтому берут себе в помощники друидов, собирателей трав и кореньев. Ну и конечно же каждый маг хоть раз в жизни пользовался ведьминой службой доставки. Сегодня я расскажу вам о правилах игры верхом на метле. Ну то есть я буду рассказывать за столом, а игра называется верхом на метле. Начнем с подготовки к партии. Для начала отложите все компоненты, которые не относятся к базовой игре. Да, все верно, в коробке игры есть и несколько небольших дополнений, но о них я расскажу позже. Сначала давайте научимся играть в базовую игру. Откладываем в сторону все тучи с голубыми звездочками на лицевой стороне, а также все жетоны местности и амулеты. Первым делом нам нужно разложить поле. Если вы видите на поле замки с красными знаменами, то эта сторона для базовой игры, она нам и понадобится. А вот сторона с фиолетовыми замками нужна для игры с дополнением. Каждый игрок перед началом партии получает 10 карт ролей. Вы выбираете стопку с одинаковым цветом рубашек. Например, возьмем зеленую. Далее вы получаете две фишки ведьм такого же цвета и такой же маркер победных очков. Также вы получаете три разных зелья и одну волшебную палочку, если вы первый или последний игрок. Все остальные игроки получают по две волшебных палочки. Оставшиеся зелья и палочки положите рядом с полем в общий резерв. Затем между игроками положите памятки, которые вам понадобятся для подсчета очков в конце игры. Далее возьмите 24 дождевых тучи и случайным образом расположите их в указанных на поле местах. Перемешайте 10 карт событий. Затем возьмите случайных 7 карт, а 3 оставшиеся уберите обратно в коробку, не подсматривая. Затем раскройте верхнюю карту событий, она будет действовать в первом раунде. Если в игре меньше 5 участников, перемешайте 10 карт ролей одного из оставшихся цветов и положите их отдельной стопкой рядом с колодой событий. Это будет стопка заколдованных ролей. В зависимости от числа игроков откройте несколько карт из стопки заколдованных ролей. Два игрока открываются три карты, три игрока открываются две карты, а четыре игрока открывается одна карта. Играя эти заколдованные роли, вы будете терять каждый раз по три победных очка. Сейчас я открою две карты для трех игроков. Ну и конечно не забудьте положить маркеры победных очков на 10-е деление трека победных очков. Игра длится 7 раундов, и каждый раунд начинается с открытия новой карты события. Ну а в первом раунде такая карта была открыта при подготовке к игре. Затем игроки тайно выбирают 4 из 10 карт ролей. Выбор карт ролей делается не случайно, а исходя из тех действий, которые игроки планируют совершить во время раунда. Поэтому вы выбираете 4 из 10 карт ролей, а остальные 6 кладете лицевой стороной вниз рядом с игровым полем. Ну а теперь давайте посмотрим, как происходит раунд. Для примера я буду держать карты открытыми, но на самом деле игроки не должны никому их показывать. Итак, первый игрок выбирает одну из 4 своих карт ролей и кладет ее лицевой стороной вверх на стол. Далее он выбирает либо верхнее храброе действие, либо нижнее трусливое действие. Если он выбрал верхнее храброе действие, то сразу же выполнить его не может, он лишь претендует на его выполнение. А вот если игрок выберет нижнее трусливое действие, то он его выполнит сразу же. Итак, допустим, наш первый игрок выбрал верхнее, храброе действие. Он тут же зачитывает текст на карте. «Я храбрая лесная ведьма. Скоро я перелечу в соседний лес и доставлю волшебное зелье». После первого игрока ход передается следующему игроку, и он обязан ответить на только что сыгранную карту, если у него есть такая же карта. Как вы видите, у нашего второго игрока как раз есть лесная ведьма. И далее второй игрок выбирает, либо он зачитывает храброе действие, верхнее, либо зачитывает трусливое действие, нижнее. Если он зачитает храброе верхнее действие, то он перехватит это действие у первого игрока и будет дальше претендовать на его выполнение. Если же он зачитает трусливое действие, то он его тут же выполнит и ни на что претендовать не будет. Как вы видите, трусливое действие не такое прибыльное, как храброе, Но зато его никто не может перехватить. И в итоге за один раунд трусливое действие могут выполнить несколько игроков по очереди. Конечно же, если у них имеется точно такая же роль. Ну а у третьего игрока нет такой же карты роли. Поэтому он просто говорит «следующий» и пропускает свой ход. Игроки продолжают ходить по часовой стрелке, пока каждый не выложит по карте роли или не скажет «следующий». Затем последний, кто выбрал «Храброе действие», это у нас будет второй игрок, выполняет это «Храброе действие». Таким образом, он перехватил у первого игрока это действие и выполнил его. Более того, игрок, выполнивший в раунде «Храброе действие», становится в следующем раунде новым первым игроком. Каждая карта уходит в персональный сброс игроков, а новый первый игрок выбирает новую карту роли. Раунд будет проходить, пока у каждого игрока не кончатся карты ролей. Давайте посмотрим, как проходит партия для трех игроков. Обратите внимание, что в начале партии все фишки ведьм ставятся на две области с замками. Ну и еще раз напомню, что карты я буду держать для примера открытыми. Первый игрок выбирает карту роли «Лесная ведьма» и решает разыграть ее «Храброе верхнее действие» и зачитывает текст на карте. «Я — Храбрая лесная ведьма. Скоро я перелечу в соседний лес и доставлю волшебное зелье». Он претендует на выполнение этого действия. У второго игрока нет такой же карты роли, поэтому он говорит следующий. А вот у третьего игрока есть такая же карта роли, и он решает перехватить «Храброе действие» первого игрока и зачитывает свое «Храброе действие». Он говорит «Нет, я — Храбрая лесная ведьма. Скоро я перелечу в соседний лес и доставлю волшебное зелье». Карты уходят в личный спрос игроков, а игрок, который перехватил «Храброе действие», как раз перемещается в соседний лес и выбирает, в какую же башню ему доставить зелье. Либо зеленое зелье, либо фиолетовое. Обратите внимание, что башни бывают круглыми и квадратными. В круглые башни вы можете доставлять зелье только один раз за игру, и никто больше сюда зелье не сможет доставить. А вот в квадратные башни вы можете доставить зелье, и оно попадет обратно в общий резерв. Третий игрок доставляет зелье в квадратную башню и тут же сбрасывает зелье в общий резерв и получает три победных очка, передвигая свой маркер победных очков на три деления вперед. На примере карты лесной ведьмы вы теперь знаете, как работают все карты ведьм. Они позволяют перемещать фишки по полю и доставлять зелье в башни. С лесными ведьмами мы разобрались, а горные ведьмы позволяют перемещать фишки в горы и доставлять зелье в башни, которые находятся в горах. Холмовые ведьмы, соответственно, перемещают фишки на холмы и доставляют там зелье, а луговые ведьмы на луга. Раунд продолжается, и игрок, который был третьим, становится новым первым игроком, а ход продолжается также по часовой стрелке. Почему он стал первым? Потому что он выполнил храброе действие в прошлом ходу. Он выбирает карту равнинного друида и решает опять же зачитать храброе действие. Я храбрый равнинный друид, скоро я доставлю волшебное зелье в башню, на лугу или в лесу, а еще там три победных очка. Как видите, у остальных игроков нет такой же карты роли, поэтому каждый из них говорит следующий, и игрок выполняет те действия, которые заявил. У желтого игрока осталось только оранжевое и фиолетовое зелье, поэтому он решает доставить фиолетовое зелье в круглую башню, получает одно победное очко и одну волшебную палочку, как и нарисовано на башне. Он тут же двигает свой маркер победных очков на одно деление вперед. Ну а карта сбрасывается в персональный сброс игроков. Теперь вы знаете, как действуют карты друидов на примере равнинного друида. Они не передвигают фишки по полю, а позволяют доставлять зелье уже в тех областях, где находятся фишки игроков. Единственное, их различия лишь в том, что равнинный друид позволяет доставлять зелье в башни, на лугах и в лесах, а скальные друиды на холмах и в горах. И опять желтый игрок остается первым игроком, потому что выполнил храброе действие на прошлом ходу. Он вновь выбирает одну из карт ролей, это будет Собиратель Карени. И зачитывает Трусливое ее действие, потому что он боится, что у остальных игроков может быть такая же карта, и они перехватят храброе его действие. Он зачитывает, я Трусливый Собиратель Карени. Я сейчас же сварю одно оранжевое зелье или выстругаю одну волшебную палочку и выбирает либо одно, либо другое действие. Ни у какого другого игрока больше нет такой карты, но если бы была, то он мог бы сыграть храброе или Трусливое ее действие. Но скорее всего он бы выбрал, конечно же, храброе действие. Теперь вы знаете, как действуют карты Собирателей. Собиратели Трав, Собиратели Карени или Собиратели Фруктов. Они позволяют добывать вам зелье. Фиолетовое зелье, зеленое зелье или оранжевое зелье, а также волшебные палочки. Или, например, Собиратель Фруктов, который добывает фиолетовое зелье, может еще добыть одно любое зелье. У каждого из Собирателей свои свойства. Но принцип у них один. Они доставляют вам ресурсы. Продолжаем наш раунд. И вновь желтый игрок остается первым игроком, так как последнее храброе действие было за ним. И он выбирает оставшуюся у него карту и зачитывает храброе ее действие, потому что он так выбрал. Я храбрая фея погоды. Скоро я развею одну соседнюю тучу при помощи волшебных палочек. А еще дам три победных очка. Но, как вы видите, у первого игрока, по счету первого, нету карт фей. Но у красного игрока есть карта феи. И он перехватывает храброе действие желтого игрока. Он зачитывает. Нет, я храбрая фея погоды. Скоро я развею одну соседнюю тучу при помощи волшебных палочек. А еще дам три победных очка. Обратите внимание, что у красного игрока, который перехватил действие, не хватает палочек для того, чтобы развеять соседние тучи. Но он имеет право перехватить действие и не выполнять его. Но если у вас есть возможность рассеять тучу, делается это очень просто. Вы должны находиться в той области, рядом с которой находится туча. Вы тратите то количество волшебных палочек, которое на ней указано, и рассеиваете ее. В конце игры молнии на тучах принесут вам победные очки. Абсолютно все карты фей одинаковые и не имеют никаких различий. Они просто позволяют вам рассеивать тучи. Желтый игрок остался без карт ролей, и оставшиеся игроки доигрывают между собой раунд. Храбрым игроком на прошлом ходу был красный игрок, поэтому он становится первым игроком. Итак, красный игрок выбирает карту роли «Луговая ведьма» и зачитывает храброе ее действие. Так он решил. «Я храбрая луговая ведьма. Скоро я перелечу на соседний лук и доставлю волшебное зелье». Но зеленый игрок решает перехватить храброе действие красного игрока и зачитывает текст на своей карте. И тут же выполняет это действие. Перемещается на соседний лук и доставляет в квадратную башню фиолетовое зелье. Оно уходит в общий резерв, потому что башня квадратная. И зеленый игрок получает три победных очка. Ну а раунд продолжается, и зеленый игрок становится новым первым игроком, потому что совершил храброе действие в прошлом ходу. Он решает разыграть карту «Собиратель фруктов» и решает зачитать трусливое ее действие, так как боится, что у остальных игроков есть такая же карта. «Я трусливый собиратель фруктов. Я сейчас же сварю одно фиолетовое зелье». Он заявляет это действие и варит фиолетовое зелье, сбрасывая карту в персональный сброс. Обратите внимание, что зеленый игрок только что сыграл заколдованную карту роли, поэтому он тут же теряет три победных очка. Но у красного игрока есть такая же карта. И он выбирает, конечно же, храброе действие, потому что уже точно знает, что никто его перехватить не сможет. И выполняет его условия. Берет два фиолетовых зелья и еще одно зелье на выбор. Красный игрок также теряет три победных очка за то, что сыграл заколдованную карту роли. Раунд продолжается и красный игрок становится первым игроком. Он решает больше не рисковать в этом раунде и зачитывает трусливое действие карты «Собиратель трав». «Я трусливый собиратель трав. Я сейчас же сварю одно зеленое зелье». И тут же берет зеленое зелье из резерва. У красного игрока не осталось карты, ход переходит к зеленому игроку. Он решает зачитать храброе действие карты «Скальный друид». Даже несмотря на то, что у него нет возможности выполнить это действие. Он зачитывает его и просто скидывает карту в личный сброс. Ну что же, раунд закончен и первым игроком в новом раунде будет зеленый игрок. Даже несмотря на то, что он выбрал храброе действие, но не стал выполнять его условия. Некоторые карты событий действуют именно в конце раунда. Например, карта с пустыми руками гласит, что каждый игрок, у которого в конце раунда будет не больше пяти ресурсов, получит три победных очка. Начиная новый раунд, не забудьте открыть новую карту событий и положить ее поверх старой. То же самое сделайте и с картами заколдованных ролей. Просто положите их поверх старых карт. Игра заканчивается после седьмого раунда. Но игроки получают победные очки и по завершению игры. Например, за комплект из собранных ресурсов или за собранные молнии. Таким образом, за комплект из четырех различных ресурсов вы получаете четыре победных очка. А за комплект из трех различных ресурсов два. Ну а молнии приносят победные очки по своему количеству. Ну а теперь я коротко расскажу о тех компонентах, которые мы отложили в начале подготовки к базовой игре. Все эти компоненты являются небольшими дополнениями. Напомню, что при игре с дополнениями обычно используется обратная сторона поля с фиолетовыми замками. Но некоторые компоненты можно использовать как на базовой стороне с красными замками, так и на дополнительной стороне. Например, горные и лесные и холмовые жетоны используются только на дополнительной стороне в обязательном порядке. А на базовой стороне опционально. Или, например, тучи можно комбинировать в разных вариантах, как на базовой, так и на дополнительной стороне. Дополнение существенно меняет процесс игры, делая его более сложным, но при этом и более захватывающим. Верхом на метле это прекрасный представитель семейных игр. Но не все так просто. В игре достаточно много риска и просчета ходов. Вам постоянно придется следить за тем, сколько ресурсов у вас есть, сколько их будет и как наиболее эффективно обменять их на победные очки. Ну а дополнительные компоненты прекрасно разнообразят базовую игру и помогут отрегулировать ее сложность. Карты доставки и сбора ресурсов очень интересно взаимодействуют с игровым полем. На этом и построена механика игры. При этом каждая партия будет для вас совершенно новой историей. Тем более, что самые интересные и привлекательные башни, ожидающие зелий, находятся далеко от стартовых позиций игроков. Играйте в настольные игры, ставьте лайк, если понравилось видео и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Спрашивайте в магазинах вашего города.